Всем доброе утро! Сегодня 24 или 25 апреля, вы видите на экране, я не помню. Сегодня понедельник, 8 утра, я сижу, собираюсь кушать и выходить на зачет по залоге. Я в каком-то вроде бы из влогов в последнее время, как вы заметили, у меня стабильность, потому что у меня не выгружаются видео, я надеюсь, что все скоро выложится. Сегодня приду, все постараюсь загрузить, а не знаю, в чем дело, конечно. В одном из влогов я говорила о том, что у меня в понедельник зачет, о котором нам предупредили за 2 дня. И думаю, вы понимаете, какой сейчас у меня уровень подготовки к зачету, и в этом влоге мы узнаем, сдала ее или нет. Также у меня покраснял глаз, когда я волнуюсь, у меня всегда такое происходит, так что если вы все любите когда-то, у меня еще есть красный глаз, знайте, я волнуюсь, у меня что-то произошло. Пошла я пить чай, кстати, вчера была Пасха, поздравляю всех с праздником. Не знаю, когда вы это видите, хотелось бы, чтобы вы видели это сегодня, но сегодня, скорее всего, надеюсь, вы увидите другой влог за субботу-воскресенье. И пятницу вроде бы, не помню. И у меня хворост. Так что всем приятного аппетита. Я уже вышла, наконец-то, учеба скоро заканчивается. Правда, еще 4 экзамена и парочку зачетов меня ждет в конце мая. Насчет книг, я вообще тоже не знаю, что делать. Но у меня, кстати, по всем предметам, по которым экзаменам, у меня высокий балл. Самый высокий балл из нашей группы. Ну, там на пару баллов, может на один даже где-то. На самом факте, что даже экзамен балл, это очень хорошо. Ой, я не знаю, я сейчас полностью опустошена, потому что я не знаю, что меня ждет. Ну, и бабушки уже. Все, бабушки начинают. Я не знаю, ребят, что-то как. Ну, я не знаю, я сейчас даже ничего не читала. Пока все это время. Я твоего вообще ничего не поняла. Я тоже не читала даже. Я поеду, чеху. Пожелайте нам удачи. Мы уже поднимаемся в нашу аудиторию любимую. Сейчас начнется зачет. Мы надеемся на лучшее. Я сейчас еще нарисовываю рисунок в альбоме, потому что я почему-то не нарисовала вчера. Я вообще про него забыла. Ну, все, в принципе. У нас... Мы сейчас уже домой собираемся. Сейчас ждем пока проверить мольбом. Зачет перенесли. Я в шоке от твоего. Чего? Экстрее, не примечиваю. Сейчас домой поеду. Зачем я вставала? Еще ехала, я не знаю. Мы поедим. Я хочу еще только. У меня теперь 25 рублей. Ты что на меня плюешь? Что ты хочешь купить? За 25 рублей. Что это? Ну, за которую мы тебе поедим. Тух? Да. А, тух. Вот эти. Все, понятно. Мы с Ангелиной и Альберт Глори сейчас заходим. Любимый магазин всего БГПУ. Заходим, смотрим. Тут скидки как раз в продаже. Ой, смотри, плачет тебе. Платишки у нас. Вот, смотри, для тебя. Да. Ну, полторы тысячи. О, белый, смотри. Да. Давай. Мы уже расходим с Ангелиной. Я бегу на остановку, потому что у меня сейчас приедет маршрутка. Ангелина идет отправлять посылку, а потом сама уже одна без меня ехать. Такие дела. Ребята, я уже дома, пришла с пар. Сейчас буду выгружать влог вчерашний и спать, потому что я могу это делать только тогда, когда я сплю, потому что я не должна трогать телефон. В общем, я посплю немного и вернусь к вам. Ребята, я уже проснулась, выгрузила влог. Наконец-то я очень рада. Спасибо, что ждете влоги каждый день, но... Нет, я постараюсь их снимать каждый день. Я не схожу с поста, так сказать, все хорошо. Я постараюсь снимать каждый день, но просто сегодня я опять, по-моему, мало наснимала. Но если минут на 15 не снимала, то выложу сегодня, конечно же, этот влог. Сейчас я хочу выйти на улицу, немножко прогуляться одна. У меня все хорошо, если что, и с настроением. Просто хочу просто ходить в магазинчик, что-нибудь посмотреть и пошлите вместе. Кстати, я вам забыла показать. Я сняла ногти, это мои уже ногти. Ой, там что-то это самое. Покрыла топом, базой и прозрачным таким беленьким лаком. Перед днем рождения, то есть через меньше, чем через 3 недели я их переделаю. Хочу либо наращу, либо, знаете, либо вообще не переделаю, потому что что в итоге мы будем праздновать деревни. Ну, сейчас выйдем на улицу, там все подробно расскажу, потому что нужно уже идти. Ребят, я уже гуляю. Опять этот котик нас ждет, сидит. Да? О, малыш мой. Может, он кушать хочет? Хотя, смотрите, какой у него животик большой. Ой. Короче, что я хотела вам сказать. Что мы делаем с ДРМ? Эй. Писюня. Киса. А в итоге мы вроде бы как точно будем праздновать всего в деревне. Будет 10 человек. Я, Никита, Никита Ангелина, Настя, Оля, Диана, Диана, Алина, Юля, Бродникова, не забыла, Аделина. Будет 10 человек. Пока. Вот, и я уже быстрее хочу, чтобы это время настало, но в это время у меня еще и экзамен, поэтому я не очень хочу, чтобы это время настало, и не знаю вообще ничего. Но, говорю, сразу получится очень крутое видео, если все-таки день рождения получится отпраздновать именно так, как я вам сейчас сказала. В субботу мы поедем. Давайте я вам пока что не буду говорить. Ну, в общем, в субботу мы поедем в деревню. И все. И все будет клево. Я, кстати, уже захожу домой. Я нагулялась. Мне нужно купаться. Сейчас покажу, кстати, что купила. Купила немного перекусить нам с Юлей. Вкусненько сейчас я поем. Вот, только зашла, показываю, что я купила. Вообще мало всего купила. Купила кончик себе, Ангелина тоже не купила, тоже захотелось. Мне вот такой вот вишновый йогурт. Первый раз этот фирм буду пробовать. И Юля вот такой вот мультифрукт. Она меня попросила, я тоже захотела. И хлеб вот в деревенской пекарне купила. И сейчас еще поем кулечек. Всем, кто сейчас будет кушать, приятного вечера. У меня вообще логи все такие. Кто будет кушать, кто будет кушать, кто будет кушать. Приятного, приятного. Ребята, сейчас уже где-то полчаса-то вечера. Я только сейчас удумать голову. Завтра у меня первый парень, к сожалению. Но зато в субботу я не учусь. Ну так бы я завтра поехала к третьей. Но мы решили, короче, поставить парень на завтра. Но это что? Я искупалась и сейчас чищу утюжок. У нас с Юлей одинаковые утюжки. Мой только в стерлитомайке. Он совершенно новый. Я, ну видите, да, Юля, чехол уже такой повидавший года. Ему уже много лет. Но он неисправно хорошо работает. Я, кстати, в каком-то старом блоге год назад в февральском рекомендовала этот чижок. Кто не знает, кто любит выпрямлять или закручивать волосы утюжком, я вам его советую. Тем более, когда он по скидкам бывает. Мы его и купили вроде по скидке. Так, Юля покупала вроде без скидки. Тысяча за четыре. А я вроде за две или даже за полторы брала в Эльдорадо по скидке. Но какие сейчас цены на него я не знаю. Есть ли он вообще в продажах. Но я его просто обожаю. Чищу вот эти бока. Периодически нужно их очищать. И, знаете, читаю комментарии под новым влогом, который я сегодня только выложила. Слава богу, удалось его выложить. Я очень рада. Постараюсь каждый день выкладываться, ребят. Мне очень приятно, что вы ждете мои влоги каждый день. Я не читала то, что помогает разгружаться. При подготовке к экзаменам. Знаете, я не знаю, что вам сказать. ЕГЭ это, конечно, страшно. Ну, не страшно, как бы. Внутри страшно. А по сути это не так страшно. Я вам скажу так, что даже намного легче учиться в школе. И готовиться в 11 классе к ЕГЭ. Нежели готовиться к сессии в университете. У меня у самой сессия в мае. Я не знаю, как ее сдам. Мне нужно закрыться на четверке, чтобы получать стипендию. Но чувствую, будет что-то не очень. Потому что у меня философия, экзамен. Зачет с ценой по общей биологии, по зоологии зачет. Короче, все увидим. К сожалению, это будет скоро. Я даже, наверное, больше нервничаю на университетской сессии, нежели перед ЕГЭ в школе. Потому что там год готовишься, задания все примитивные, одинаковые. Ты примерно все равно знаешь, что тебя ждет. А вот на сессии, там, ну, мне, короче, не нравится сдавать сессию. Как всем мирным людям, ЕГЭ было для меня легче. Но я все равно вам желаю удачи. Готовьтесь, осталось совсем немного вам помучиться. Зато у вас будет выпускной в 11 классе, будет вальс. Это просто прекрасно все, что вас сейчас ожидает в мае. Летом, знаете, это ожидание результатов. Эти поступления в ВУЗ. Это переезд, если вы планируете переживать. Это все очень интересно, конечно, мучительно. И достаточно калечить нервы, по крайней мере. Ну, мне, потому что я достаточно сентиментальный, эмоциональный воспринчивый человек. Чего близко к сердцу принимаю. Надеюсь, вы не совсем такие, как я. Вот. Чищу утюжок. Читаю ваши комментарии. Я сейчас буду параллельно смотреть ютубчик и ложиться спать. Скорее всего, желаю вам спокойной ночи. Либо встретимся в следующем влоге. Либо этот влог я выложу завтра утром, как обычно, в 12 дня. Как раньше это было по расписанию. Так что всем большое спасибо за просмотр. За лайки, подписки и комментарии. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok